Депутат Депутаты нас злоупотребляют и одно и то же Говорят. 20 лет выходит И одно и то же говорит Это отупляет людей И соответственно они перестают слушать Поэтому когда-нибудь Может быть будут приборы у нас такие Чтобы можно понять, о чём он будет собираться говорить Если опять то же самое Попросить его, чтобы он этого Больше бы не Говорил Вот, значит Где-то я слышу Не где-то, по радио Немножко стало строже Начались аресты Некоторых товарищей Но это ведь то, о чём говорил ЛДПР. 30 лет Если бы начали это делать Тогда, 30 лет назад В том числе и 19 августа 91 года Была бы шикарная страна Сытая, довольная То есть у нас Кавалерийский наскок То разнузданная гражданская Война Перерубили всех лучших С любой стороны Да ещё обозначили Красные и белые Это мародёрство было А не красные и белые Это бандитизм был Сжигали людей На часть разрезали И вдруг это вот герои Гражданской войны А сейчас вот сообщают Обыски у этого товарища Сняли с самолёта Такого-то товарища Сработало Даже здесь есть след ЛДПР Во многих дискуссиях Я говорил Ну надо же остановить их Законом мы останавливаем Хотя ЛДПР не голосовало Чтобы не могли Участвовать в выборах Или же Так сказать Им даже Ну Ответственность они Определённую несут Ну Это наша Соотечественная Арестованная С этим белорусским Товарищем Нам дают Информацию Что она писала Во время событий В Беларуси Надавала адреса Белорусских силовиков Их детей Говорит Ну вы знаете теперь Что надо делать с ними Это что Нормальный человек Призывающий к расправе С теми Кто в погонах И находится Желающий помочь И в чём помогать Чтобы это мародёрство Перекинулось На Россию Гудков Я всегда был им недоволен Он весь замучил парламент Внёс тысячу поправок И до 12 ночи Сидел парламент А если посмотреть Какой ущерб здоровью Сколько депутатов Обратились к врачам Начало инсульта Инфаркта И так далее Ведь назло сделал Это всё вот Фракция справедливая Россия И сейчас он бегает Отчитывается Перед американским парламентом Это что депутат Хорошо он уже не депутат Немцов ездил Отчитываться Перед британским парламентом Это же недопустимо Как это Кстати к нам бы приехал Американский конгрессмен И отчитывался бы Здесь перед нами Как он Тормошит Америку Мы бы его за сумасшедшего приняли И куда приехал И зачем Поэтому сегодня Более строгие меры Принимаются В этом плане Можно приветствовать И можно даже Наметить списки И закрыть их 19 августа этого года В честь 30-летия ГКЧП ГКЧП И показать Что ГКЧП В том 91-м далеком Не провалился Он был приостановлен Это было 30 лет Политического рентгена Чтобы выявить Все то Что может Взойти На нашей политической почве Как что-то такое Ядовитое И вот теперь Начинается Как бы вот Блокировка их Ну они же Сами виноваты День и ночь Некоторые радиостанции Поливают Грязью Так сказать Нашу страну Всех И русских И нерусских И попов И офицеров Ну все Все плохо А ведь был Журналист-патриот 600 секунд Мы смотрели Каждый вечер с радостью А сейчас Это хуже всех Журналистов в мире Все грязью Поливает День и ночь Когда его арестуют Невзоров Фамилия его Ну когда Вы послушайте Его передачи По средам Вот прошлую среду Посмотрите У вас волосы дымом встанут Поэтому это уже вредно Всем нашим гражданам Понимаете Большой вред Как и Проблемы со стрельбой В Америке Постоянно это идет Но это их Образ жизни Ну у нас же На выборах Побеждает девушка Которая выступает За свободное оружие И там в Америке Ее за это арестовали А теперь здесь Побеждает Видите У нас тоже будет Свободное Ношение оружия И стрелять будем Еще сильнее В Ветеринбурге нам мало Ну подумаешь там Несколько человек ранил Надо чтобы человек 100 Убивал бы Поэтому вот мы должны Быстрее принимать законы Вячеслав Викторович Попросил комитет по регламенту Внести повестку дня Закон О поправках выборов К выборам Президента Российской Федерации Три года валяется закон Сейчас бы Товарищ один Не был бы Во Владимирской области Там одна из моих поправок Не допускать к выборам Лиц Не прошедших Воинскую службу Все Они бы успокоились Многие Если бы такой у нас Был закон всегда То и Горбачев бы не стал Президентом СССР Он не служил Ни одного дня И Ельцин И сейчас Многие из тех Как ты можешь быть Верховный Главнокомандующий А ты Ни одного часа Не был В армии Но закон валяется Три года Я понимаю Три недели Три месяца Председатель палаты Говорит Вносите И до лампочки Вы же свой авторитет Подрываете Свой В Петербурге Вы завалили героя космонавта Победил другой На ваших праймерис Но оставьте в покое Героев наших Космонавтов Если вы им Не можете гарантировать Тогда не теребите их И он проигрывает Как он может проигрывать То есть это вот тоже все Такая вот Надо думать о людях Я вообще не понимаю Что такое праймерис Партия и создается Для выборов А если партия зовет Варягов Давай вот вы там Волонтеры Еще кто-то Еще Вы можете участвовать В выборах Как так Они Ведь Вячеслав Викторович Сам призывал Давайте в МСУ Сперва пять лет Районный уровень Пять лет Уже десять Областной уровень Пять лет Исплюганский То есть в сорок Начал в двадцать Сорок лет прошел Четыре кампании И везде победил Двадцать лет депутат Это сразу с улицы Разнес три пакетика Кто не мог Пойти сам в магазин Депутат в Госдуму будет Вы подрываете Авторитет Государственной Думы Мы здесь сидим Профессора Доктора наук За нашими плечами Десятки лет Борьбы политической Когда вы еще не родились Некоторые здесь сидящие Я уже был кандидат В президенты России А вы меня теперь Бонжан приравниваете Там идет девочка Тамадана В росской сходке Она тоже кандидат В президенты Сидит коррупционер Три миллиарда взятка И он сидит спокойненько Во фракции Левые Почему чисто все Узюганова Геннадия Андреевича? Потому что святой человек И он И его фракция Замечательные люди Да, перспективы нету Потому что К коммунизму должны вести Люди с чистой совестью А когда создали монополию Одной партии Туда полезла Всякая грязь Все прилипло И Ленин это видел Он понимал Что партию уничтожат Все прилипалы Но он боялся конкуренции Меня не было тогда Я его убедил Владимир Ильич Вам 70 Нам 30 И успокойтесь У вас большинство Но должна быть вторая партия Чтобы вы слышали голос правды Вам же все исказят Вы же не будете знать Что происходит в стране Поэтому погубила Однопартийная система И нападать на коммунистов Не надо Мы видим Как формируется Еще одна левая партия Кто в бегах Кто за границей Кто отсюда бегает У кого Я не знаю Как генерал Рыжак Там оказался Люди Из американского посольства Не вылезали И до сих пор Не вылезают Поэтому Тоже надо думать На наши глаза Все делается За нас с вами Посадят сюда Новых депутатов За счет ЛДПР Посадите сюда Дополнительно Отобрав у ЛДПР И добавите сюда Вот там Идут там Из Донбасса товарищи Они идут на выборы А их в Донбасс не пускают Впечатление-то что То есть там на портале И так что И туда не пускают Тогда в Москву В Госдуму Как хорошо Там черт знает что сделали А в Москве Они будут сидеть В Государственной Думе Все что было ясно И видно Кто куда идет И зачем Поэтому я говорю Коммунисты в Смоте не молчат Тишина Они любят тишину Похоронный марш Венки На Красную площадь Это же хорошо Похоронить остатки Тех кого Сталин не добил И останется только партия Геннадия Андреевича Зюганова Будем на руках ее носить Надо чтобы было поменьше Чтобы они уместились Все на наших руках Сегодня же у нас День защиты детей Поэтому поздравим Всех наших детей Назовем это День детства И возраст продлим Давайте детьми будут считаться Те кому до 30 лет Они ничего не соображают До 30 лет Они все дети А уже старшее поколение Это тем кому за 70 А среднее самое золотое Работайте товарищи Кому от 35 до 41 Работайте На вас вся надежда Вот А Геннадий Андреевич и я Геннадий Андреевич на пасеку пойдет А я поеду в парк Сокольники К детям Каждому силой впихну По две пачки мороженого Равители им не могут покупать А мы от ЛДПР дадим Мороженое всем детям А коммунисты ни одной пачки Сегодня не раздадут никому Только идеология И пропаганда Я закончил Вовремя Спасибо Владимир Вашович Спасибо Спасибо